I have ways of blowing things up. Теперь можно будет пойти еще полутаться, раз мы убили этого тырочка. Нам еще, в принципе, бензин надо достать. Насчет мотора, ну, деталей на мотор, это я понимаю. Правда, кто их установит, это уже другое дело. Так, я пойду хожу, передай остальным. Да, 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 это все мы уже читали в прошлый раз, когда заканчивали серию. Будьте осторожны, да, до скорого. На самом деле, Милена мне очень не импонирует, так скажем. Визит полковника выбил всех из колеи, это мы тоже читали. Так, дружище, ты у нас очень голоден, так иди похавай. И потом иди спать, да, получается. А ты голоден? Ты очень голоден, еще и легко ранен. Блин, я не хочу на тебя тратить перевязку, он поменял, что у меня их три. Но сейчас в любой момент может прийти кто-то и сказать, типа, чувак, нам бы тут бы это... Иди сюда, так, ты... Устал, пошел спать. Ты голоден, похавай. Нам разгребать что-то надо или нет? То, что там обваливаются потолки, мне это уже не особо волнует, потому что я оттуда все подоставал, по-моему. Вот эти вот вещи, ну, такое. Так, а что мне нужно? А, у меня все есть. 20 материалов. Нет, погодите, погодите. Так расходовать материалы я не буду пока что на еду. Ранен, все, пошел спать. Давай тогда приготовим еду. Сделаем еще... А, у меня растопка заканчивается. Прикольно. Мне придется сейчас потратить немножко дерева, видимо, для того, чтобы растопочку себе ищить. Ну, опять же, в том доме у старика там, по-моему, была... По-моему, у старика там была растопка, надо будет глянуть. Так, очень голодная, она съешь сразу. Мы сейчас посмотрим, что у нас по дереву. У нас его... 33. В принципе, ничего так. Давайте посмотрим, если мы можем верстачок улучшить. 30 нужно, 15 этого, отлично. Да, давайте сделаем. Нам бы еще оружейный верстак улучшить, потому что так нам даст возможность починить этот автомат, который у нас есть. А это значит, его потом продать. У нас не хватает, наверное, оружейных деталей, я бы сказал. Ну, сейчас посмотрим. А вот это что такое? Что там надо чинить? Погодите. Что это? А, это... Сейчас. Это насчет машины. Точно, точно. А кто будет заниматься починкой, кстати? Сделать. Сделать. Еще пять деталей на это потратить. Да, делаем. Ты у нас будешь чинить машину. Отлично. Good. Good. Perfect. Она у нас и... И на Дуде, и Грецкой, говорится, тоже, да? И ходит. Кстати, у нее депрессия... У нее депрессия прошла красиво за... Сколько? За одну ночь, за две ночи. Одну ночь я пошел этим чуваком. Механику убил, а у нее за ночь депрессия прошла. То есть, она даже не печально больше. У нее просто все хорошо в этой жизни. Неплохо. Так, я понимаю, что у нас несколько вариантов развития событий будет. Один из них это... Так, мы это уже сделали. Погоди, нам теперь заправить ее надо. Не хватает топлива. Давайте мы с вами растопочку сделаем, во-первых. А потом посмотрим по карте, где мы можем найти топливо. Растопку мы будем сделать из дерева. Сделаем здесь 8 штук. Да, 8 штук. Это мы сейчас 4 запихнем на обогрев. Еще чуть-чуть у нас будет туда-сюда. В принципе, растопка заканчивается, но мы знаем, где взять еще. Во-первых, во-вторых, я, наверное, эту ночь еще раз схожу в гараж. Там есть материалы. Но, на самом деле, в обычной катке материалы были бы приоритетны. А сейчас мне, наверное, приоритетно бы бенз найти. Потому что мне кажется, что начнет время поджимать. Но у меня такое ощущение, что может начать время поджимать. Тут все совсем нестандартно происходит. Я еще даже в детдом не ходил. Они мне сейчас такие скажут, типа, принеси нам еды, принеси нам еще что-нибудь. Ну, как с тем соседом получится. И опять кто-то в депрессию мне впадет. Ну, не знаю, на самом деле. Сейчас посмотрим. Да сделай ты уже эти восемь штук и все, закончим день. Я хочу ночью пойти полутаться. Можно было бы, конечно, радио послушать. Ага, он с ней хочет поговорить. С ним он разговаривать не хочет. Иди нафиг, чувак. Так, завершаем день на 14 градусах. Вообще красота. Множно, множно. Так, в соседском доме у нас много оружия. Супермаркет. Огромное количество оружия. Но это, скорее всего, опять же, про этих двух торговцев. Если их ограбить, то они это. Немного запчастей. Много оружия. Немного материалов. Немного еды. Немного всего. Ну, ты у нас идешь... А что они у нас так местами поменялись? Ну, хорошо. Немного запчастей. Вроде что там было побольше. Ладно, поехали в автомастерскую. Ничего с собой брать не буду сейчас. Мне бы немножечко подлутаться. И потом, наверное, на следующую ночь можно будет попробовать сходить в детдом, что ли. Посмотрим сейчас. Будет зависеть от того, сколько здесь всего осталось. Так, тут я лутанул. Да, зря полез. Хорошо. В принципе, нормально. Тут уже, по идее, никого не осталось. За сутки этот трупик должен был уже окоченеть. Не то, что остыть. Вот. А трупное окоченение за сутки могло даже уже и пройти. Не то, чтобы наступить. Я не помню, на самом деле. Я не настолько хорош в этом деле, чтобы узнать, сколько часов должно пройти. Между трупным окоченением. Кстати, можем кучу дерева с собой притащить здесь. Вот. А мы можем... Можно было бы, кстати, бы... Для топорика у нас не хватало там чего-то, да? Ну, смотрите. Ну, здесь просто очень много всего. Здесь прям очень много всего. Давайте оставим гильзы. Возьмем шестеренки, оставим. Даже не знаю, что оставлять еще. Давайте пороемся, посмотрим. Сюда можно 2-3 ночи еще ходить, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мы оставляем. Вот это мы оставляем. Табак, сигареты, все нафиг мне нужно. Вот это, вот это и вот это. Так, у меня остается одно свободное место. Давайте я сейчас вот тут вот утонусь немножечко, посмотрим. Хорошо, что материалы, по крайней мере, стакаются по 4. Точно, тут тоже гильзы сигарета. Оно все разбросано. В общем, ладно. Гильзы и порох, оно тоже идет в категории оружия. Поэтому, если его где-то много разбросано, вам говорят, что, типа, много оружия. Одна пулька... Не уверен, что оно мне надо. Так. Записка, София, мы взяли тату. Все твое драгоценности, это мы уже читали. Ммм. Тут тоже табак. Как бы намекают нам, что дело табак у этого чувака. Черный юмор. Это's finest. Да, возьму. Я даже, наверное, 2 дерева оставлю, чтобы 4 материала за его взять. Потому что мне на данный момент материалов меньше. А крафтить из чего-то нужно. Еда. Сигареты, шестеренки. Тут еще точно одну ночь можно хорошо полутаться. Ладно, не 2, а 3, согласен. Но одну ночь хорошо. А чтобы все тут вынести, тут нужно будет и 2 ночи. Тут нижний этаж прям весь вкусный. Все, бежим к выходу. Потому что выкладывать уже ничего смысла нет. Дерево материала у нас есть. Нужно будет, наверное, да. Следующую ночь попробуйте дом сходить. Посмотрим, что там будет за квест. Что они захотят. Если что, мы пока не замерзаем. У нас все нормально. Можно сейчас попробовать сделать, улучшить оружейный станок. Сколько я деталей приучил? По-моему, там не хватит. Черт. Сколько их? 16. Сейчас посмотрим. Ушло очень много классных вещей. Нас напали. Ранен. Имеет глубокие ранения. Нужны бинты. 5 пуль ушло. Я нашел 16 деталей. Да, как я и подумал. Устала, голодна. Пошла спать. Так. А тебе ранен. Ну, давай как раз принес бинты. Иди, перебинтуйся. И будет все с тобой нормально. То есть, у него было легкое ранение. Ему еще раз накостыляли. Так. Ты, дружище. Идем смотреть, что мы можем скрафтить. Мы можем, конечно, кухоньку нашу улучшить. Если съесть ту порцию. Но, во-первых, я не хочу сейчас съесть ту порцию. А, во-вторых, еще 20 материалов надо. Вы издеваетесь. Да, чтобы автомат сделать. Могу пистолет, кстати, сделать. Да, давайте. Потому что, в любом случае... Ой, топор. На топор 5 надо. И на пистолет. Ну, пистолет нужно будет продать. Если вдруг что-то. И, в принципе, лишний огнестрел в доме, как говорится. Давайте делаем. Я не знаю, придет только сегодня, не придет. Блин, опять нужно спасать какую-то лабуду. И опять оно находится, блин, в аварийном этом состоянии. Чтоб его... Сколько у меня дерева? 20. Это мне сейчас придется потратить 10 дерева, для того, чтобы вот эту вот фигню вытащить отсюда. Потому что мне сейчас скажут... О, там слишком опасно работает. Идите к черту, ребят. Серьезно. Это так бесит. Это не повышение сложности уровня. Это просто, не знаю, глупость какая-то. Вы же можете это изначально все снять и упаковать. Но нафига вот так вот делать? Бесит. Причем это не нуждалось в извлечении, пока тут не стало аварийной вот эта фигня. Так. Конечно, нельзя. Слишком опасно. Блин, чтоб тебя. Вот я вынужден сейчас на это 5 материалов тратить. Ну, чтоб тебя. Да, кто-то за дверью. Торгаш? Да, на обмен торгаш пришел. Хорошо. Значит, ты. Потому что ты ранен. Конечно, хорошо, но сорвался и побежал. Давай, чувак. Нам тут сейчас некуда разлеживаться. Ты и так ночью спишь в кровати, ты, по сути, ничего не делаешь. Поэтому давай. Хорошее предложение. Вот я, по-моему, не зря пистолет сделал. Сейчас посмотрим. Так. Значит. Положить в коробку. Это 4 раза придется бегать. Вы офигели. Спасти. Спасай пока что. Положение. Давай поторгуем. Поговорить. А что поговорить? Ну что, подумали о моем предложении. Вам было сказано, что наши экспонаты не продаются. И что вы так печетесь в каких-то старых бумагах? Дела семейные мне нужно... Дела семейные. Мне нужно кое-то с кем переговорить. Эти бумаги помогли найти этого кое-кого. Хотите их выследить, чтобы просто поговорить? Слушай, это касается только меня и этих людей. Беспокойтесь лучше о своей коллекции. Здесь небезопасно. Армия наступает. Я мог бы вам помочь. Интересно как? У меня есть надежное место. Я скоро вернусь и расскажу подробнее. Надо будет посмотреть в тех бумагах, которые я сейчас спасаю. Есть эта фигня или нет? Я бы с удовольствием отдал бы. Тем временем, я вам лучше поискать нужные бумаги. Так, давай пока поторгуем. Да куда ты пошел? Ладно. Ну, у тебя нету материалов. У тебя, в принципе, ничего нету. Ты бесполезен. Черт. Мне бы хоть оружие и детали какие-то. Но я тебе могу, вон, один пистолет скинуть. Ну, ну, типа. Вот это хочу. Вот это хочу. Фильтра у меня нету. Я бы вот это, на самом деле, взял бы. Так, что я тебе могу взамен за это дать? Могу вот. Нет, тогда я лекарства не буду брать. Отлично, мы договорились. Пистолет за вот это все. Значит, что ты еще мелкой отсыпни. Так, не пойдем. Давай больше. Я это беру не потому, что мне это надо, а потому, что с этим можно будет опять потом поторговать. Или даже... Не-не-не-не-не-не. Это я точно возьму. Кофе. Во-во-во, кофе мне дай. Так, не пойдет. А если я уравновешу этой... Отлично, договоримся. Порох тебе дам. Пистолет и порох. Сломанный автомат. Так. Блин, ну, раньше было проще, потому что торгаш приносил материал, ему можно было скупать это все. Мы сейчас договорились. Так, постой минутку. Там спасают. А что ты до сих пор тут? Давай. Пошел. Еще не вы... А, ты уже выспалась. Ты тоже будешь сейчас спасать. Отлично. Сейчас. Спасатели вперед. Так. Воинское снаряжение. Положить в коробку. Спасти вперед. Здесь, по-моему, все не то, да? То, что я сейчас вытаскиваю. Так. Слышь, кто-то пришел. Впустим его. Конечно, впустим. А потом еще и выпустим. Свадебная рекарда. Спасти. Пошла отсюда. Не, я его пойду тогда отпущу. Потому что нету того, что он хочет. Я не помню первое, что я взял. Я просто не прочитал. Я положил в коробку и ушел. На самом деле, я бы не против ему. Вот эти бумаги. Я их просто не вижу у себя. Так. Давай третью тоже спасаем. Топливо у меня есть. Четыре еще осталось. Вот как раз. Так. Ранен. Все. Да, блин. Спасти. Иди ложись. Как я удачно прям сюда нажал, куда мне надо. Сходим в приют. Я не знаю, что там. Раз, два, три. Елочка. Горит. Завершаем день на 13 градусов. Мне это вполне устраивает. Пойдем. Сходим. Пока не бомбежек, ничего. Там немного всего. Мальчики, искавшие топливо в супермаркете. Рассказано о приюте для... Для... Осиротевших во время войны. Ну, поехали. Ничего пока с собой брать не буду. Просто приду, посмотрю. Раз там и так немного всего. Там, скорее всего, это еще будет считаться как воровство, да? Офига себе. Отмычка, материалы. Это... Я... Ну, иногда не понимаю логику игры. Иногда она мне подсказывает правильно, иногда подсказывает такую дичь, что я думаю, а как? По крайней мере, я всегда вижу, когда есть опасность. Ну, хотя бы так, потому что, когда опасность, игра говорит, и за это спасибо. То есть, я могу понять, стоит мне туда соваться или нет. Так. На самом деле, уже две отмычки, тоже неплохо. Это бесшумное открывание. Взять все. Это алкоголь, морковка. Это все не кража, причем. Это все лут. То есть, им это все не надо, по сути. Потому что, если бы это было их, принадлежало бы им, это была бы кража. Помогите нам, пожалуйста. Моему брату. Твоему брату? Что с ним случилось? Его завалило обломками, когда в здание попала граната. Папа Адам пытается его вытащить. Ему нужна помощь. Конечно, малыш, где они? Наверху я вас проведу. А, они разгребают обломки. Я понял. Иди, иди давай скорее. Да не реви, чувак. Мы тебя сейчас вытащим. А, зато игру до обломков надо быстрее до нее докопаться. Че вы докопались до этой груды обломков? Ай, шуточки за 300. Ладно. Не реви, чувак. На самом деле, вот это обновление, Little Ones, где добавляют детей, оно прям жесткое. И кто его раздавит? Ничего его не раздавит. Разве что груз твоей собственной ответственности его раздавит. Все, вытащили. Лука. Адам, я думал, я там умру. У вас получилось. Лука спасен. Понял, Лука, ты спасен. И Андрес. Так, все в порядке, Лука, теперь ты в безопасности. Теперь я могу там лутануть. Я обещал вас заботиться, правда? И ты не бросишь, знаешь, как наши родители? Нет, я буду с вами. Лука, Лука. Спасибо огромное. Так, ну хорошо. Как же я благодарю вам за то, что вы помогли мне разобрать завал. Мы достали Луку вовремя. Что вас сюда привело? Рад, что смогла помочь. Я слышал о вашем приюте. Один из ваших ребят сказал, что вам не помешает помощь. Я живу в музее, вот решил зайти узнать, как у вас дела. А, вы, наверное, из тех, о ком мне рассказывал Андрес. Он говорил, что познакомился с добрыми людьми в супермаркете. Как вы справляетесь? Мальчик, с которым мы познакомились, Андрес, самый старший. Сейчас всем не сладким, но обеспечивая всех этих детей, помогал. Что случилось? Он заболел сильно, ему нужна помощь. Я не могу оставить детей от них. Может, я смогу вам помочь? Что вам нужно? Все, чем можно топить печь. Сейчас на вес золота. У нас почти закончились дрова, а холод ужасный. Так, 10. 10 розжига надо, да? Такой срогой зимой я сам не справился. Закончили стопы его. Самый старший уже заболел. Вы можете мне помочь? Дай мне секунду. В смысле секунду. Пожалуйста, Андрес замерзает. Ну, сейчас прям я тебе ничего не сделаю. У меня был бы топор. Я бы тут раскрошил половину здания. И были бы тебе дрова. Но в данной ситуации моя твоя не помогать. Но я могу прийти на следующий день. Давай я вот тут вот все это пока что повскрываю. Блин, у них прям много материалов. Я бы даже вот так вот пока что сделал. Все равно сюда вернусь. Это заберем, это заберем. Все, что стакается, все нужно забрать. Десять дров у меня наберется, наверное. Хотя, вот давайте я сахар выложу, возьму дерево. Это четыре. Мороемся в шкафчике. Но он заперт. Я не знаю, имя он заперт или он просто заперт. Тут лекарства, между прочим, дружище. Так, сахар, таблетки. Оставляем здесь. Отмычку можно бы, наверное, тоже пока что здесь оставить. Воду всю позабираем просто. Опять у нас будет 16 материалов. Мне нужно... Я 5 потратил, мне нужно было 20. Погодите. На следующую ночь. Да, давайте мы пока бежим к выходу. Возвращаемся сюда с растопкой для них. Надеюсь, что на следующую ночь они будут еще в порядке. Этим я помогу. Потому что, ну, одинокие соседы, когда у нас ничего не было, это одно дело. А детский дом, и когда у нас все-таки есть ресурсы, это уже другое дело. Поэтому давайте не будем сейчас тупить. На следующую ночь придем сюда, принесем им дрова. Надеюсь, у них требования не изменятся. Лекарства у них в доме есть. Таблетки. День 21. Ну, поехали. На нас никто не нападал, надеюсь. Ребят, вы ножами отбивайтесь. Если что, а то вы умудряетесь и пули тратить. Вот. И... Хорошая ночь. Так, очень голодно. Отлично. Идем похаваем и спать. А они потом уже будут, блин, еще еду приготовить. Давайте им мы не будем еду готовить. Посмотрим. Так, положение дел в Брите хуже, чем мы думали. Дети мертвы и болеют. А Адам не может надолго от них отлучаться. Им нужна помощь. Смотрите, сколько у вас места. Я понимаю, что у вас рушатся верхние этажи, но, блин, смотрите, сколько у вас места. Все, спать. Очень голоден. Ну, я рад за тебя. Да, дровишек у нас не хватает. Мы можем... Делаем пока что 11 дров. 10 для них. Это для этого так. Ты пока что очень голоден. Легко ранен. Потому что легко ранен. Дети умирают от холода. Какой кошмар. Как будто они мало настрадались потерей родных на войне. Наша работа в музее важна. Но помощь детям совершенно необходима. Согласен. Итак. А, ты все еще дрова пилишь. Блин, ты дрова на печке пилишь. Ну, да. Где я тебе заказал, ты там и пилишь. В принципе, логично. Топор я не сделаю. Мне не хватает, по-моему, да? Мне несложно представить, каково это цепенитет голода. Сам недавно это пережил. Я не хочу, чтобы эти дети так страдали. Мы должны им помочь. В принципе, я думаю, мы выкрутимся. У нас останется мало дерева. Но мы знаем, где достать еще. Поэтому можно много дерева сейчас пустить на дрова. Вот. И с нами ничего от этого не будет. Так. То, что он очень голоден. Но сейчас еще и хавчик приготовят. Вы вдвоем покушаете. Давай, может, радио послушаем. Ну, ладно, пусть. Пусть валяется пока что. Я не знаю, вот то, что днем он валяется. Это влияет на его выздоровление или нет? Вот. Это я никогда не понимал эту механику. Я знаю, что типа на ночь. Например, перебинтовываешь или даешь таплетки человеку. И он за ночь восстанавливается. Но вот в таком положении. Так. Сделать. У нас мясо закончилось. Но мясо я знаю, где достать. Мы можем в автомастерскую сходить. Там как минимум одно мясо есть. На самом деле, это не такая уж и проблема. Мы сейчас поедим. И у нас есть 4 дня в запасе. То есть еще 2 дня мы можем не есть. А потом мы можем похавать еще и консервы у нас. Ну, как раз на 3 человека будет. Так. Ну-ка. Классическая музыка. Наступили холода. К сожалению, в течение пары ближе к дню не ожидается потепление. Поэтому поддерживайте огонь скамени круглосуточно. Суличи исчезли почти все животные. При попытке мяса их самительный источник. Понятно. А в Великой Мечите ничего не осталось. От Великой Мечети ничего не осталось. Ее стерли с лица. Где-то. С лица земли. Градом снаряда. Сколько еще мир будет равнодушно блюдать за тем, как современные варвары уничтожают сокровища и культуру? На данный момент я могу сказать, что мир... Ну, не то чтобы с равнодушием, но довольно цинично наблюдает, может, в течение примерно года на данный момент. Но... Ладно. Так, слышу музыку. Радио Вайсенье. А можно ее не оставлять? Ачивка... Да благословенно радио. Видимо, нужно пролистать его несколько раз. Или что-то, я даже не знаю. Надо будет посмотреть, зачем эта ачивка пришла. Или оставить музыку на фоне. Кстати, как вариант. Но музыку я специально отключил, поэтому... В принципе... Так, сколько у нас дров? Нам нужно будет еще 3 закинуть в печку. Блин, кстати, надо будет ножом начать продавать. Еще 3 закинуть в печку. Значит, у нас... Нет, погоди. Это 10 деревяшек у нас, а растопок... Растопок тоже 10. Давайте мы тогда... Делаем сейчас еще 4... Растопки. У нас остается мало дерева, но мы в принципе... Ой-ой-ой, дверь сигнализации. Все, что хочешь, можно сделать. Да. Хорошие вещи, но, к сожалению... Книги... Материалы впритык. Ладно, давайте из дерева делать. Нам бы еще один топорик сделать. Сейчас я посмотрю, сколько он стоит. Вот, тогда мы могли бы... Тогда мы могли бы... Еще где-нибудь нарубать дров. Наломать дров. Как плохо это не звучало. Так, вкидываем дальше. Сколь... Пофиг. Так, на топор нужно еще одну оружейную деталь. Где-то. Это прям тоска-печаль. Наши вещи. Давай я убедюсь сейчас, что у меня есть 10. У меня есть 11. Завершаем день на 12 градусах. Нормально. Все, что выше 10, нормально. Так, добывать. Добывать. Идем. Заправка. Огромное количество львов частей. Так, идем в приют. Приготовиться первому игроку. 10. 8, 10. Да, отлично. Добывать. Пойдем. Заодно сейчас лутоним то, что тут осталось. Потом можно будет попробовать и на заправочку съездить. А, кстати, а тут... А, погоди. Это который дом на две семьи, что ли? Блин, я протопил, да? Так, разгребаемся. Нет, это не дом на две... Ну, как бы там это... Похоже на локацию. Дом на две семьи, если вы смотрели раньше прохождение. Без лопаты очень долго. Нормально. У тебя еще вся ночь впереди. Сейчас разгребем. Пойдем сдадим квест, а потом пойдем тут полутаем. Хотя и тут полутать есть чего. Сейчас, кстати, дрова будут уже, наверное, немножечко в приоритете, раз у меня 30 запчастей. Они-то никуда не сгорают. К тому же из них очень дорого делать дрова, потому что по четыре запчасти уходят на одну дровинку, на растопочку. Это там много. Лопата? Я не знаю. За все время, что я играю, наверное, просто считанное количество раз я делал лопату, потому что... Да, она очень сильно ускоряет процесс. Но без нее можно справиться, понимаете? Без ломика нельзя открыть. Без ножовки нельзя открыть. А без лопаты можно раскопать. Это просто забирает время. Да, иногда это неудобно, иногда это бесит. Но на самом деле просто не хочется тратить ресурсы на то, что можно сделать и так. Ну, это некая игровая условность, потому что, ну, персонажи... Люди обычно, да, страдают, когда это раскапывают голыми руками. Но это же игровой персонаж. Думаешь о его же благополучии. Типа, ты пока покопайся, а я потом тебе сделаю дома что-нибудь нормального. Что тебе что-то беспокоит? А, папа, мне так грустно, я скучаю по маме. А можно это как-то... Она читала мне всегда сказку перед сном. Да. Сказки перед сном. Теперь ее нет. Все время холодно и страшно. Не знаю, малышка. Мы что-нибудь придумаем. Да. Страшная ситуация. Чувак, дрова. Потратили просто кучу моего времени. Ставится лучше, чтобы что-нибудь принесли? Да. Спасибо. Вы спасли Андреса и другие дети. Я и сейчас же затоплю печь. Рады, что смогла помочь. Вам что-нибудь еще нужно? Может, вы слышали, как я беседовал с Никой, маленькой девочкой. Пиняшка сама не своя вообще скучает по маме. Запрос выполнен. О, спокойно. Получила баф. Получила баф спокойно. Неплохо. Ну, я не знаю. Да, моральное состояние мы себе поправили. Опять же, вот как человек, по-человечески поступили. Вот. Но с игровой точки зрения, то, что она была в депрессии, по идее, это должно было ее вытащить до состояния спокойно. Но она депрессию, на удивление, легко вытащила. Я помню, как ты играл с персонажем в депрессии, и это прям было тяжело. Он ничего не хотел делать, он отказывался. У него там случались паники, истерики. В общем, это было прямо адски тяжело. А у нее депрессия как-то очень легко прошла. То ли... Тут какие-то условности, то ли персонаж такой. Я понимаю, что нам тут считают на жалость то, что она еще и сама сирота. Ну, на данный момент... Хотя у нее дедушка вроде был. У этих у многих ребят даже и дедушки не осталось. Так, мы собрали абсолютно все. Давайте глянем, что тут есть. Я надеюсь, тут никого нету. Тут есть только что-то. Тут можно лутануть, там можно лутануть. Так, что я хочу оставить. Наверное, вот это тут оставлю. Заберу материалы. Вот это тут оставлю. Заберу электронику. Надо просто посмотреть, что тут есть перед тем, как валить домой. Ага, даже вот так. Я не помню, что у меня с водой. Вода есть? Нету? Так, это книги. Книги, кстати, неплохо. Сейчас можно было на самом деле и дров больше взять, чем материалов. Потому что нам самим чем-то топить придется. А-а-а! Там, наверное, заперто. Да давай скорее, блин. Вот же капуша. Что тут за лут? Материалы. Давайте я тут дверь расшатаю. Да не это, вот это расшатывай. Там уже скоро валить надо будет. Сюда можно прийти еще, как минимум, за чем-то одним. Ну, еще разочек, я имею ввиду, прийти. О, тут можно... Вот сюда вот нужен ломик. Или не ломик даже, а... Можно будет взять... Вот. Все-таки ломик надо, бежать к выходу. Очень интересно, что там находится. Очень интересно, что там находится. Я бы сюда пришел. Давайте еще разочек потом сюда наведаемся. Все уже тут вытащим. Так. Ага. Спасибо. День 22. Я знаю, что я тяну много. Может быть, к заправке, кстати, прийти. У меня опять проблемы с деревом. У меня не хватает одного кусочка... Одного кусочка оружия. Для того, чтобы... Так. Че с тобой разговаривать всем надо? Блин, ты... Ну, хочет на несколько тем поговорить. Даже прям на несколько. Так. Все начинают беспокоиться за Милену. Зоран говорит, что она никогда не бросала в музей на несколько дней. Может, она думает, что с нами она в безопасности. Поэтому не хочет возвращаться, пока не найдет выход. Если бы дети замерзли насмерть, я бы мучился виной до конца своих дней. Мы должны были что-то предпринять. К счастью, успели вовремя. К тому же, помогая им, Аня отвлекается от собственных проблем. Курильщик-трезвенник. Для Милены никогда не было ничего важнее работы в музее. Поэтому она никогда не уходила надолго без близкой причины. Десять причин. Так. Ну, короче, все начинают подозревать худшее. Милены нет уже несколько дней. Мы все волнуемся. Но еще хуже, что мы не знаем, что делать дальше. Бежать без нее или ждать? Ну, сколько ждать? У нас еще бенза нет. Куда вы собрались бежать без нее? Сколько у меня? Растопочка одна. Ладно, давайте сделаем несколько стопочек. Так. Не то. Кстати, а на топоре у нас... Ой, не на топоре, а наши вещи. Не, ломик у меня еще приличный. Еще можно ломать и ломать нормально. Давайте я сделаю три, наверное. Я принес две, сейчас сделаю три. Вообще, из книжек можно по-хорошему. Оставлю пять. Пять нам понадобится... Из пяти можно что-то сделать, по крайней мере. Спасать сегодня ничего не надо. Мир, например, нет. Оно тут рушится потихоньку. Пусть рушится. Кто-то за дверью пошел. Так, а ты... Тебе же спать уложить надо. А то сейчас мне на следующую ночь идти, а она не выспавшаяся. Что за чувак? А, это военный. Я пришел с миром. Открывайте. Можем поговорить? Если вы пришли к Милене, ее сейчас нет. Вообще-то я пришел к вам. У меня есть предложение. Мы обдумали ваше предложение, полковники. Оно нам неинтересно. А вы осознаете безнадежность вашего положения? У меня четкий приказ. Все, что вы здесь видите, будет уничтожено. Это место сгорит дотла. Вы лишитесь всего, что пытаетесь спасти. Посмотрим. Милена посвятила жизнь спасению музея. Она ее потеряет. Возможно, и не только его. Меня можно найти на блокпосту. Мои солдаты вас пропустят. Мое предложение в силе. Принесите картины и спасите свою коллекцию. Не позволяйте безумно уничтожить все, что вам дорого. Завершаем день на 10 градусах. Нормально. Военные базы. Пойдем на заправку. Я очень хочу сходить сейчас еще раз в приют. Но я нападу сейчас на заправку. Потому что мне нужна именно канистра. И там детали, дерево. Короче, запчасти, оружие, лекарства, материалы, еда. Приготовиться первому игроку. Давайте берем фомочку и поехали. По крайней мере, сходим на разведку. Если там есть канистра, притащим канистру. Если ее там нету. Ну, она тут должна быть. Это же АЗС. Заправка или заброшена. Там крыса, я надеюсь, внизу. Я очень на это надеюсь. Не было написано про опасность. Меня до сих пор немножко смущает, что у нас тройка. Там сидели два чувака. Я не знаю, с какими они намерениями сидели. Опять же, про опасность не было написано. Да, но я к ним не пошел. Я даже побоялся, что они меня заметят. Поэтому даже не отсвечивал в их сторону. Если что, я, наверное, у меня материалы в 50. Я, возможно, их сейчас даже немножечко тут выложу. Так, электронику и возьму. А, мы зачистили крышу. Тогда так даже лучше. Я внизу это все буду складывать. Тут можно прятаться. Это немножечко настораживает. Потому что если можно прятаться, значит, есть... У, деталька, погоди. Так, детали вот эти вот складываем. Детальку на эту берем. Сахар, воду, не уверен. Шестеренки, электроник. Так, и порох, наверное. Нет, электронику я возьму. Воду возьму. На сахар можно будет... Нет, 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 нет. Сюда. Сюда сначала вот это. Таблетки, лекарства. Но, опять же, они у меня есть. Это ценный ресурс, но они у меня есть. Обмениваться я пока что вроде ни с кем не собираюсь. Давайте тут лутаним, посмотрим. Вот это заберу. Вот это заберу. Дрова, наверное, позабираю. Вон там ломануть можно. Сейчас посмотрим, что там. Еда много. Черт. Значит, вот это оставляем. Вот это берем. Тут прям алкоголь. Тут прям все есть. Вот это внизу надо просто не трогать. Так, электроника стакается. Тут очень много всего на заправке. Давайте еще взломаем, посмотрим. И туда дальше пройдусь, гляну что-то как. Еще детали. Еще алкоголь, еще лекарства. Тут прям красиво. Можно будет сделать топор. С топором и ломиком прийти в приют. Как бы это плохо не звучало. Так. Детали. Так. Детали. До черта деталей. Канистра. Так. Так. Это больше... Готовый топор! Ахаха, игра. Так. 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 Воду нафиг. Канистру берем и... Наверное, шестеренки нафиг топор возьмем. Блин. Может электронику тоже нафиг нам не хватает? Вот это пока что возьмем. У нас овощи были, мясо закончилось. Растопку мы сейчас сделаем. Еще дерево. Не, не, не. Стой, 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 стой. Разрубать это сейчас нам ничего не надо. Валим домой. И сюда нам обязательно надо будет еще вернуться. На самом деле, на следующую ночь, если мы еще останемся здесь, то можно будет еще в приют сходить. Там открыть вон ту нычку и разрубить там кучу дров. Ну, с другой стороны, тут прям очень жирное место. И оно безопасное. И прям там лутаться можно. Я в шоке немножечко. С того, что происходит. Так. Музей Погорена. Так, пока что на нас даже никто не напал. Это вот вообще как-то называется. Пойдем. Приготовишь хавчик. И сразу же это так. А ты? Ой, ты уже полностью поправился. Отлично. Давай, чувак. Бенц заливаем. У меня растопки не хватает. Значит, ты иди сюда. Нет, сюда, 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 сюда. Нам вот это надо. Два материала. Давай сделать. Ты пока что сделаешь нам растопку. Мы можем электродверь сделать. Неплохо. Знаешь что? Блин. Четыре пять. Сделать. Машин зайчик погуляет. Может нам еще чем-то топить придется. Ты пока заправляешь. Ты пока заправляешь. Давай заправляй. Готовим. Да, готовим два. Кто-то схавает консервочку. Но на самом деле это не страшно. Морковку я там видел. У нас машина так-то готова, если что. Я не знаю, стоит ли нам сильно прям тянуть. Цели достигнуты. The truck is ready. Отлично. Когда Милена вернется, мы начнем эвакуацию. Грузовик починин и заправлен осталось упаковать экспонаты и можно ехать. Мы можем уже ехать, поверь мне. Я бы не стал ожидать Милену. Так. Грузовик на ходу. Бензобак полон. Нам не хватает самого главного. Милена до сих пор не вернулась. Я очень волнуюсь. Раньше она никогда не попадала так надолго без предупреждения. Ну, по крайней мере, тачка у нас готова. Так, а ты пойди консервочку полопай. Спокоен. Все спокойны, кстати. У всех баф спокойствие. А, погоди. Я за апгрейдить сейчас. Мне дерева не хватит, а. Там опять же дерева надо до черта. 10. Ну, кстати, не так уж и много. И у меня все есть для него. Нам пришлось принимать сложные решения и жертвовать экспонатами. Но, возможно, нам того стоило грузовик готов к отъезду. Осталось понять, куда нам двигаться. Завершаем день. Ну, КП, смотри. Можно на военную базу. Немного материалов, много оружия, много запчастей. Насчет военной базы. Насчет военной базы. Давайте в приют. Возьмем с собой две отмычки и топор. Отмычки потратим на двери и на шкафчик. Я так предполагаю. Чтобы избавиться от них от топора, можно будет расфигачить там еще парочку мебели и всякое. Только чтобы дерево запастись, мне еще как минимум 10 надо. Это много. Ну-ка. Поехали сразу в ту сторону. Тут у нас, по-моему, все лутано, если я правильно помню. Что же вы так надежно заперли-то под двумя замками? Просто трындец. Еду, кстати, взять можно оружие и детали. Но мне фишка в том, что мне нужно дерево. Так, а там у нас что было? Шестерня. Одна единственная. Так. Складываем лекарства сюда. Наверное, даже материалы сюда складываем. Обратно. Идем, забираем вон ту шестерню и разрубаем эту тумбочку нафиг. Потому что... Оно мне нужнее сейчас взять все. Я даже, наверное, вот этот миксер-тостер, как его, я его тоже, наверное, сейчас положу. Потому что у меня есть такая деталь. Взять все. Отлично. Что тут еще можно разрубать? А тут у нас что оставалось, напомните? Тоже материалы. Ага. На верхнем этаже. Ага. На верхнем этаже. Так. Оставляем. Одну шестеренку тут оставляем, да. Потому что она одна, она не стакается. Я не понял, потому что, по-моему, просто больше нету. Хотя... Сейчас посмотрим. Тоже сейчас все отнесем сюда. Я хочу вот эти внизу поразрубать. Все сложить вон туда, в шкафчик этот. Сейчас. Займет немножко времени. Но я думаю это сделать. Давайте на паузе это сделаем. Ну, как-то так. Я внизу там все разрубил. Здесь я возьму дерево с собой, растопку 8 штук и детали для оружия. Тут у нас остается еще и детали, и мясо, и всякое такое. Сейчас я посмотрю. Может быть там еще можно что-то разрубить, но мне кажется, что тоже, наверное, нет. А хотя вон можно с пацаном поговорить. Привет, малыш. Ты Ника, да? Я... Спасибо за помощь. Хорошо, что еще остались добрые люди. Я знаю, что тебе плохо. Я могу чем-то помочь? Вы живете в музее. У вас там есть какие-нибудь книжки? Можем поискать. Знаете, до войны мамочка многом не читала. Больше всего мне нравились сказки с картинками. Я не могла читать, поэтому без мамы просто рассматривала картинки. У нас тут совсем нет книг. Были, но они потом закончились. Здоровав, и всякое такое. Думаете, у вас книжки с картинками? Я обязательно поищу. Потеряли вам много времени. Книги для Ники. Что-нибудь отлечься и забыть. Было бы здорово, если бы кто-то нашел мне книжки. Получим запрос. Давай тогда. Вот эту штуку мы тоже расфигачим, раз уж мы сегодня... Мы сюда можем еще вернуться, принеся книжки. Сколько тут у нас чего получилось? Дофига опять дерева, дофига всего. Хорошо. Пойдем посмотрим, что есть наверху. Я всю ночь практически пробегал там. Вот это можно расфигачить. То есть, книжки вы сожгли, а деревянные стулья нет. Хе-хе. Нормальные вы, ребята. Тут тоже чуть-чуть. Пойдем наверху глянем. Просто теоретически, раз я сюда буду возвращаться, так почему бы мне здесь дров не нарубить, чтобы я сюда приходил за дровами потом, если мне надо будет. Так, у меня осталось немного времени, кстати. Тоже много, хорошо. И тут можно разрубить, отлично. Все, иди к выходу. Не успеешь, да, уже? Сейчас посмотрим. Сорок. Сорок. Пятьдесят. Давай успеваем. Да, хорошо. На последней секундочке просто вылетели. Ну, получается, теперь не придется туда стопоромить. Хотя, что такая загрузка? День 24. Давайте посмотрим. Я хочу книги. Они напоминают мне о сказках, которые я читала в детстве. Явно заболел. Необходимо лекарство. Зоран, ты, блин, задолбал. Детям особенно нелегко переживать утрату близких. Они закрываются и остаются одни на один со своим горем. Мне хорошо знакомо это чувство, поэтому я стараюсь помогать этим детям как только могу. Маленькая девочка Ника просит книжки с картинками. Похоже на те, что я читала мама. Но это значит, что придется пожертвовать одной из вещей, которую мы обязаны сохранить. Девочка эту книгу тоже сохранит. Я практически уверен в этом. Дети из приюта столько пережили. Я понимаю, почему они просят хоть что-нибудь, что даст им надежду. Давайте, ребятушки, тогда мы продолжим в следующей серии. Тут у нас прямо обвалилось все хорошенько. Наконец-то нам больше не надо никакие опорки, подпорки. Мы оттуда почти все вытащили. Почти все. Так. А, мы можем на самом деле свалить. Ну, давайте думать. Давайте думать. Мы свалим, мы не свалим. Что вообще с нами произойдет. Пока что... Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-поправа. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok